Это Вести Хакасия на канале Россия 24. Вас приветствует Наталья Чудина. Я коротко расскажу о главных событиях. До конца года Хакасия получит дополнительно 500 миллионов рублей из федерального центра. Договоренность об этом достигнута в ходе встречи главы Хакасии Виктора Зимина с министром финансов России Антоном Силуановым, которое состоялось накануне. В ходе совещания обсуждались вопросы, касающиеся бюджета республики на 2013-2014 годы. Напомню, мировой финансовый кризис сильно ударил по крупнейшим налогоплательщикам республики, из-за чего в этом году бюджет Хакасии недополучил около 4 миллиардов рублей собственных доходов. Тем не менее, глава Хакасии поставил задачу перед правительством создать на следующий год бюджет развития, а не экономия. От этого зависит выполнение всех социальных задач и программ, которые реализуются в регионе. Итогом переговоров стало решение о финансовой поддержке республики. В Хакасию из Москвы уже поступило 186 миллионов рублей, а до конца года будет перечислено еще 500 миллионов. Положительная реакция у нас. Действительно, мы не самоедаем и не проедаем деньги. Ситуация сложилась так на рынках Европы. Мировая экономика сработала. Есть большое желание республике помочь. Я надеюсь, что в течение двух недель уже пойдет регулировка. Тепло в сетях есть, но в домах его нет. В Черногорске отопительный сезон начался еще в среду, но в части домов батареи до сих пор холодные. Почему так происходит, выясняла Елена Крылова. Мы продолжаем следить за ситуацией на Сахалине. Напомним, около 80 человек из Хакасии и 40 с юга Красноярского края не могут выбраться из города Ахах Сахалинской области. Людям не выплатили зарплату за работу на так называемой «рыбной путини». Сейчас в городе Аха остаются около 120 человек. После вмешательства, в том числе и региональных властей, ситуация, по их словам, с места сдвинулась. Однако, как говорят протестующие, надежды у них сегодня мало. В маленьком городе слишком все дружны. Особенно силовики и руководство комбината. Единственное, что пока удерживает людей на месте, это то, что на выходных к ним обещала приехать съемочная группа ВГТРК из областного центра. Еще больше общественный резонанс, возможно, поможет не дать увернуться от ответственности работодателю. А после выходных люди поедут по домам, пока есть деньги на билет. О дальнейшем развитии ситуации вы узнаете из наших следующих выпусков. А сразу после вести Хакасия смотрите рубрику «Интервью». Сегодня у нас в гостях Александр Чистотин, уполномоченный по правам человека в республике Хакасия. Он расскажет о том, что сейчас происходит на Сахалине и что нужно делать, чтобы не попасть в подобную ситуацию в будущем. А пока к другим темам. Поменяться своим жильем с любым чиновником, готова не глядя, Любовь Шелкова. Усть-Абаканские власти по программе поддержки сирот дали девушке бесплатный дом в селе Райково. Впрочем, счастье новосела длилось недолго. Увидев, в каком состоянии жилище, Любовь впала в отчаяние. Константин Кравцов тоже пытался понять, как можно жить в таком доме, но так и не смог. Вот как здесь жить? Чьи-то вещи вообще здесь лежат. Лемонт, ничего нет. Это сейчас Любовь Шелкова горько шутит. Когда жила в интернате, о таком даже не мечтала. Не дом, а настоящее пожарище. Девушки подарили власти в селе Райково. Были обязаны по программе поддержки сирот. Но здесь не то, что жить. Находиться жутко и опасно для жизни. Здесь любишь ремонт делали, здесь потолки все обытываются, обвалятся. Когда его заливали водой, все потолки обвалятся. Потолку здесь сделать. Особенно маленькие. Должны давать и ванну, чтобы было, и туалет в доме. А здесь ничего нет. Притом, все эти вещи, вероятно, принадлежат прежним хозяевам, которых уже нет. В прямом смысле. Страшный пожар в этом доме случился еще в 2010-м. Тогда здесь погибла целая семья из трех человек. Предоставляя жилище сироте Любови Шелковой, местные власти пообещали провести здесь срочный ремонт. Но прошло три года, и вот результат. Впрочем, у здания появилась новая крыша. Но много ли в этом толку? Получается, чиновники просто дали сироте то, что было. А какое состояние жилища – дело второстепенное. Главное, видимо, поставить галочку в отчете о выполненном деле. Я вам один дом покажу. Там никто не живет. Хозяева за реку переехали. А пешка там есть? У-у-у, в полкухни. Глава райковского сельсовета Анатолий Сараев, вселивший сироту в аварийное жилье, сегодня оказался в отпуске. Встретиться с ним не так-то просто. Точнее, нереально. Не берет сотовый. К слову, другие представители сельской администрации признались, проводить ремонт в подарочном доме Любови Шелковой просто не на что. Бюджет слабоват. Так или иначе, к делу подключилась районная прокуратура. Надзорники через суд вступились за сироту. Причем, в ответе здесь не только сельсовет, но и районные чиновники. Было установлено, что жилое помещение фактически предлагалось Шелковой Любовь Валерьевне администрацией райковского сельсовета. Вместе с тем, надлежащим ответчиком является администрация Устебаканского района, которая на сегодняшний день должна исполнить судебное решение. То есть районные власти обязаны в течение 2013 года предоставить Любови Шелковой достойное жилье. Иначе принуждать к этому их будут судебные приставы. Пока же девушка с 4-летней дочкой скитается по общежитиям. Так уж получилось. Пойти сироте больше некуда. Константин Кравцов, Владислав Пустовойт, Антон Новожилов. Вести. Хакасия. Певец из Хакасии Руслан Ивакин прошел финал конкурса «Я артист». В полуфинале он спел песню на хакасском языке, чем немало удивил судей и зрителей. Со 100 баллами из 108 возможных Руслан ярко ворвался в финал вместе с еще тремя счастливчиками. В своем выступлении он предстал в образе древнего охотника, надев на себя волчью шкуру – подарок хакасских поклонников. Устами своего героя певец поведал о том, на что готов мужчина, чтобы найти себе спутницу жизни. 6 октября ему предстоит участие в финале конкурса. В случае победы хакасский певец получит главный приз – сертификат на создание клипа и его трансляцию на одном из музыкальных каналов. Жители Хакасии могут поддержать Руслана, проголосовав за него на сайте конкурса. Это были главные новости к этому часу. После вестей смотрите рубрику «Интервью». А я пока с вами прощаюсь. Хороших вам выходных и увидимся на канале «Россия-24». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова